А вот проехаться в долг не получится. Цена топлива в Украине тоже растет, причем дорожает и бензин, и дизель. Продавцы уверяют, что это не предел. Елена Зорина выясняла причины. Обновленные ценники уже с этих выходных. Где-то дороже на 20 копеек, а где-то на целых 80. Литр 92-го теперь в среднем стоит 23 гривни 87 копеек. 95-го почти по 25 гривен. А вот дистоплива 23,70. Водителей такой скачок откровенно не радует. Подорожал газ, да, на 5 гривен. А потом дешевеет как бы на гривню, и все говорят, о, подешевело. Такая вот ситуация. И так сейчас такая ситуация будет. Привычное дело. По карману бьет не только топливо, больше коммунальные услуги. Владимир, чтобы экономить на бензине, перешел на газ, да и пешком, признается, стал ходить чаще. Но после недавнего подорожания газа раза в полтора, а теперь и бензина, на чем экономить, уже не знает. В августе цены побили абсолютный рекорд. Это просто сговора нет. Убеждают продавцы топлива. Цены диктует мировой рынок. А Украина попросту под них подстраивается. Дескать, топливо могло подорожать и раньше. Но цену сдерживали за счет запасов. Котировки нефти уже месяца полтора как дорожают. И вышли на стабильные 52-53 доллара за баррель. Получается, подорожали порядка на 15%. Соответственно, топливо просто догоняет их. А эксперты добавляют, на бензиновом рынке небольшой ажиотаж. Крупный производитель топлива, Мозырский НПЗ, уходит на плановый ремонт. Но все же на нынешние ценники больше влияет доллар. Каждая копейка в курсе доллара, это копейка в стоимости бензина. Поэтому, если этот доллар дорожает на одну гривну, то и бензин, соответственно, полностью валютный товар тоже на нее подорожает. По прогнозам экспертов, нынешнее подорожание – это не предел. Бензин может прибавить к цене еще 50-80 копеек. Да и дизель тоже. Продавцы топлива говорят о подорожании на гривню и даже две уже до конца месяца. Но уточняют, если нефть на мировом рынке продолжит расти в цене. Елена Зурина, Сергей Килимник. Подробности – телеканал Интер.